Привет! Сегодня 7 октября, это Гриня и Свежий Боком Плюс. Погнали! Начинаем с вышедших воложиков и фильмов прошедшей недели, а их было, поверьте, достаточно, что неудивительно, перерыв между шестым и финальным этапом в Сочи RDSGP составляет почти месяц, так что у команд есть время заняться не только машинами, но и медикой. На канале DriftCraft вышло крайне интересное интервью с пилотом Лукойл Racing Drift Team Андреем Остаповым, а интервьюировал его Артем Потехин. Из интервью можно узнать, что Остапов думает про нынешнее судейство RDSGP, куда пропала Лада Веста, почему сразу не перезвонил главе Лукойла Малиновскому, про планы на будущую платформу, а также о знаменитой фаре-бутылке. Андрей не только крутой пилот, но и крайне интересная личность, так что слушать его не надоест, хоть и интервью длится целый час. Бегом смотреть! У Феди Воробьева на ютубчике вышел короткий отчетный ролик с шестого этапа RDSGP в Мячково, ну как с этапа, вернее с пятничных тренировок. Как мы уже знаем, соревновательные дни Феди пришлось пропустить из-за технических проблем с Царь Жигой. А вот что именно случилось с Жигой и как себя чувствует команда после стольких неудачных этапов, сможете узнать уже в самом ролике. На канале ребят из Сайдмастерс вышел душевный отчетный вложик о московском этапе RDSGP на АДМ. Команде этот ивент дался на особо волевых, так как еще до начала гонки все почувствовали недомогание. Поэтому этап проходил на лекарствах и максимально собрано. При этом они показали неплохой такой результат с 87 баллами на квалификации, за что парням отдельная уважуха. Теперь немножко о самом видео. Там можно узнать, как восстанавливали спринтер после рандеву с коровой, как прошла судьбоносная встреча Скайлайна со своим бывшим владельцем Аркадием Циреграцевым и много чего другого. Так что если поддержите парней, да и просто любите заглядывать в RDS на закулисье, бегом смотреть и этот ролик. Моей дочке Лизе 18. Через месяц она уже ходит на курсы и, похоже, я попал на тачку. Пока на ум приходит только GT86, ну или Субарь Берзи на ручке, пусть научится. Но как не вляпаться с покупкой тачки? Ее нужно проверить. Вот тут я и обращаюсь к профессионалам. Например, берем GT-ху 2018 года с интернета. Нужен только ВИН-код и заказываем отчет в CarVertical. Хорошая машинка, видно, что было ДТП, но целые тачки со Штатов нет смысла гнать. Давайте смотреть подробнее. По базам в угоне не числится, с пробегом все ровненько. Повреждения были в базах Канады и США. Цена 4800, похоже, с аукциона потом 28. Это, наверное, уже по прибытию в Украине. И уже проскакивает 14 евро, что чуть больше 17 тысяч долларов. А сейчас ценник 20 стоит. Ну и напоследок куча фоток, где она светится по повреждениям. Май 2019 еще на площадке в Штатах. А в августе 2020 уже стоит в Одессе. И я, кажется, узнаю эту локацию. Вот так вот я себя почувствовал с Шерлоком Холмсом. Мне кажется, дорого за такой автомобиль. Предложите в комментариях, на какую машину лучше посадить в 18-летнюю девчонку. И рассмотрим их в следующем выпуске. Огромное спасибо CarVertical за подробный отчет. Ссылку на сервис CarVertical найдете в описании. Именно по моей ссылочке вам сразу предложат скидку 10% на проверку нужной вам машины. Удачной охоты! Продолжаем по видосам. На официальном канале российской дрифт-серии вышла вторая часть серии автопилотов. Ролик получился крайне интересным, ведь там идет речь о боевых тачках Гочи, Шанахана, Клемко и Амарова. Причем каждая машина по-своему интересна и, можно сказать, наделена личностными качествами. Александр Смирнов, менеджер команды Форвард Авто, Джек Шанахан, Степан Земцев, менеджер команды Carville Racing и Магомед Амаров подробно рассказывают про их карчи, особенности, как звать и какими тремя словами можно описать их авто. Приятного просмотра! О шестом этапе RDSGP также поделились внутренней кухней Carville Racing. Уикенд, прошедший 18-19 сентября, стал проверкой на прочность всем любителям дрифта. Резкое похолодание и периодические порывы ветра тяжело давались не только зрителям на трибунах, но и добавляли проблем самим пилотам. Никите Шикову первым соперником достался ирландский мясник в лице Джека Шанахана, и все у них там пошло не по плану вообще. Дебютанту Климко в первом хите предстояло встретиться с самым юным, но не менее талантливым пилотом Николасом Бертонсом, который славится тем, что может выиграть этап впервые, оказавшись на трассе, но и тут все не по плану. А дальше и более подробно обо всех событиях изнутри этапа как раз в новом видеокоманды. Еще раз хочу отметить, что пробиться в топ-8 при такой конкуренции в чемпионате для дебютанта RDSGP считается большим успехом, так что мне особо интересно посмотреть на Антона Климко на Сочи Автодроме. В прошедшие выходные прошел седьмой и восьмой раунд японской D1GP, но если быть точным, то это пятый и шестой раунды, но, как я уже говорил в прошлых выпусках, сдвоенный этап на Ибису перенесли на 20 и 21 ноября, так что тут каждый сам решает, как правильно нумеровать эти этапы, лучше перейти к самой гонке. 2 октября состоялся первый день сдвоенного этапа на трассе Акибуки. В квалификационных заездах победу одержал Кадай Сабагири, второе место за Масаши Юкой и третий Масанори Кахаши. А теперь пройдемся по самым интересным заездам. Уже практически родной нам Масада Кавабата в ТОП-16 встречается с Кауширо Микуой. Кавабата начинает первый хит в роли преследователя и слишком агрессивно напрыгивает на своего оппонента после постановки, допуская тем самым довольно неприятный контакт. Остальная часть дуэли прошла без сюрпризов и серьезных ошибок, поэтому как бы печально это ни было, прощаемся с Масато уже на стадии ТОП-16. Также встретились Масао Суинага и Наоки Накамура. В первом хите Накамура демонстрирует отличный близкий дрифт, вот как мы любим. Во втором проезде почти возле финиша, перед последней перекладкой, Суинага прилетает вбок Накамуре, вроде как по вине лидера. И хоть на этой части хита Наоки получил меньше баллов, он все равно проходит в ТОП-8, благодаря высокой оценке первого проезда. И еще одна грозная пара. В красивой равной борьбе Казуми Такахаша за рулем единственного Еврофайтера, выступающего в японском чемпионате, проходит Хидуики Фудзина, опередив того всего на 2 балла, 197 и 199. Первая пара ТОП-8, Такахира Уэна и брат Буря Дайго Сайта. Уэна начинает лидером Сайта преследователем разгон, постановка Дайго в небольшом Т-стиле, достаточно близко держится за Лексусом, и это в большей степени заслуга чистого проезда Уэна. Меняемся ролями, Такахира понимает, что ему надо ехать еще ближе, чем Сайта за ним, да причем так близко, что уже на разгоне налетает на его заднее колесо, подпрыгивает и улетает в бетон. У Сайта практически вырвала часть заднего левого крыла, или обвеса в этих бодикитах уже хрен разберешься. А вот Уэна пострадал куда сильнее. Вину возлагает на Уэна, и Сайте Вич первый полуфиналист. Масаши Йоку идеально проехал лидером, однако ему легкого прохода в ТОП-4 не видать, так как Наоки Накамура выдал просто фантастический близкий проезд, опередив своего лидера по количеству набранных баллов. Во втором хите Масаши пытается близко держаться, только вот получается это весьма дерганно и наскоками. Наоки Накамура успешно проходит дальше. Аналогично складывалась ситуация и для Масанори Кахаши. В первом проезде, будучи лидером, он получил меньше баллов, чем Казумито Кахаши в роли преследователя. Но небеса были на его стороне, и Еврофайтер не идеально проезжает траекторию, получая довольно низкий для такого мясника балл. Прошлогодний чемпион Масанори отправляется в ТОП-4. Ну вот и полуфинал, где у нас с левой стороны сетки встретились Дайга Сайта на многострадальной супре и тот самый Каушира Микува, который выбил Масато Кавабата еще в ТОП-16. Дайга лидером вываливается одним колесом за пределы трассы, нарушая правильную траекторию, а перед финальной перекладкой его легонько бодает в бочину Каушира. После подсчета Микува опережает Сайтевича на 5 баллов, смена ролей, прямо со старта Дайга отпускает лидера, а потом и вовсе распрямляется в попытке сначала догнать, а потом и вовремя оттормозиться. Обидно, досадно, но все равно Каушира принимает поздравляшки за проход в финал. Переходим в правую сторону сетки, где ждет безумный Масанори Кахаши и стильный, но не менее безумный Наоки Накамура. И Масанори подрубает весь свой арсенал агрессии, облизывая бочину сливы Накамуры почти всю трассу. У Наоки не получается повторить такой же крутой дрифт, только Кахаши сам портачит в заезде лидером, в результате чего пилотов отправляют на One More Time. А там уже включается тема «Все или ничего», причем со стороны обоих пилотов. Практически идеальные проезды лидерами и подпиливание дверей преследователями. Однако победитель Наоки Накамура, а значит именно он второй финалист. Наоки Накамура, видимо, на остаточных движениях, после борьбы не на жизнь, а на смерть с Кахаши, вытворяет что-то нереальное в роли преследователя, затмевая тем самым практически идеальный лидерский проезд Маккувы, и ему просто нужно качественно проехать лидером до самого финиша, что он, собственно говоря, и делает. Итоги этапа. Третье место Масанори Кахаши, так как третье место определяется по лучшему баллу в квалификации среди полуфиналистов. Второе место Кауши Рамикува, первое место Наоки Накамура. И сразу ныряем в восьмой раунд японской Диуан Джи Пи, в квалификационной тройке лидеров стабильность сохраняет только Йокой. Тогда как третье место в этот раз отходит Масао Суинага, а вот победителем становится разошедшийся не на шутку Наоки Накамура. Масанори Кахаши и Дайго Сайта на квалификацию вообще не выезжают. А теперь к самым вкусным парным заездам. Как жалко, что уже в топ-16 друг на друга попадают такие пилоты, как Юки оф Мацуи и Хидуик и Фудзино. Как и подобает двум мясникам, они показали зрителям близкий парный дрифт, откатав практически равные проезды. Но с разницей всего лишь в 2 баллов проходит Кхидуик и Фудзино. Зарешал более близкий проезд преследователям. После финишной линии в задний бампер массаж Юкой приезжает Масаказу Хаши, оставив сливу без правой фары, однако пострадавшую оперативненько затолкали в бокс и с помощью сверхзвуковой скорости механиков и изоленты устранили данное недоразумение. Во втором ките Юкой утверждает свое преимущество и проходит в топ-8. Возвращаемся к теме. Жалко, обидно, что в топ-16 на сей раз у нас пара из Наото Суинаги и Масада Кавабаты. Даже вот и не знаешь, за кого болеть поначалу. Оба легенды так-то и оба катались в РДС. После первой части хита Кавабатыч опережает Суинагу на 5 баллов, но как-то подозрительно Супра сразу после финиша заруливает в боксы, где ей полезли что-то подкручивать под капот. По итогу второго проезда стало понятно, что Масада лидером проехал не очень хорошо, из-за чего и проигрывает с разницей в полтора балла. Открывает топ-8 у нас пара вчерашних финалистов. Наоки Накамура со старта улетает от Кауширы Макувы. И вот вроде бы все идет гладко, но на последней дуге лидер вываливается колесами за белую линию, за что его покарали снятыми баллами. И у Микулы образовался небольшой перерез в полбала. Меняемся ролями. Наоки сразу оказывается в базе соперника, словно его приклеили туда. Правда и тут последняя дуга выдалась проблемной. Небольшой контакт и последующее за ним распрямление по вине лидера. Победа достается Наоки Накамуре. Во второй паре топ-8 встретились Хидуики Фудзино и Казуми Такахаши. Довольно равные проезды, только вот Такахаши, будучи лидером, заугливается. Тем самым допускает ошибку и буквально дарит билет в полуфинал Фудзино. Добрались мы до полуфинала. И первая пара Наоки Накамура и Хидуики Фудзино. Это очень напряженная борьба, где опять же зарешали проезды вторым номером. Наоки сотворил что-то невероятное и заработал самый высокий балл за этот ивент. 106,5. Правда, образцовым второй проезд не назвать, так как прямиком на постановке был допущен контакт колесом в бочину Фудзино. Но даже это не помешало Наоки одержать победу. Вторая пара Масаши Йоко и Масао Суинага. Первый проезд и Масаши вроде лидера приезжает в бетон прямиком на постановке. Однако не критично и после этого даже продолжает заезд. Смена позиций Йоко на все той же постановке уже заугливается, практически останавливаясь. Похожий лимит фортуны на этот этап он исчерпал сполна. И наконец-таки финальный батл. Накамура со старта улетает от преследователя, однако борщит с траекторией, поэтому даже несмотря на неблизкий дрифт, первую часть трассы завоевать преимущество по баллам у него так и не получилось. Замена ролей и Накамура разве что не напрыгивает на Суинагу, настолько прет от него агрессии. Весь проезд прошел в базе Суинаги, вторая победа для Накамуры в этом двухэтапном уикенде. Итоги этапа. Третье место Масаши Йоко, второе место Масао Суинага, первое место Наоки Накамура. А теперь переносимся в старушку Европу, где в минувшее воскресенье прошел четвертый раунд British Drift Championship на треке Tessidy Autodrome. Всего на мероприятие заявилось 44 пилота, что составило неплохую такую конкуренцию уже за проход в ТОП-32. Первые три места обозначились без каких-либо сюрпризов. Дуэйн МакКивер, Себастьян Фонтейн и Конор Шанахан. Всем нам уже знакомый ирландский мясник-силовик Джек Шанахан, который в этот раз приехал в качестве гостя, ну, РДС как-то занял его, правда? Он расположился всего лишь на восьмой строчке, набрав ровные 90 баллов. На скучные проезды закроем глаза, пробежимся по интересностям. ТОП-32 в принципе прошел без особых неожиданностей, а вот в ТОП-16 хочется отметить пару Себастьяна Фонтейна и Кевина Квина, где опять же зарешал проезд вторым. Квин в первом проезде намертво вцепился в своего лидера, а вот Себастьян во втором хите периодически подотпускал лидера и на первой же продолжительной дуге распрямляется, тем самым даря все преимущество Кевину Квину. ТОП-8 начался с крайне сильной пары Дуэйн МакКивер и Джек Шанахан. МакКивер как победитель квалификации начинает лидером. Постановка Дуэйн задает дикий темп, но Джек с ним справляется. Замена ролей и в принципе мы видим почти все то же самое, что и в первом заезде. Оба проехали близко, качественно выкладываясь по полной. Поэтому и One More Time. Во втором проезде Джек в роли лидера после небольшого контакта, который не должен был повлиять на траекторию лидера, распрямляется и прекращает состояние заноса, съезжая с трассы на прямых колесах. Подвела техника, такое ощущение, что Джеку на этом этапе не хватало уже привычной фрешовской супры. МакКивер проходит дальше. Следующая дуэль между Кевином Квином и Ауримусом Васкелесом. Квин неплохо проезжает судейское задание, но и Васкелес тут как тут. Меняется ролями и происходит небольшой крэш. После длинной дуги в зоне торможения Квин приезжает в бочину своего лидера, а потом делает добивание в задний бампер, после чего заезд останавливается. По решению судей, вина за столкновение возлагается на Квина, а участником полуфинала становится Ауримус Васкелес. И вот уже полуфинал, где Дуэйн МакКивер сначала улетает от Робби Бругаэна, а после замены ролей прессует его, как в последний раз. Предсказуемо, Дуэйн первый финалист. Конор Шанахан и Ауримус Васкелес показали красивенный дрифт первой части хита, даже фаворита было сложно назвать после такого. А вот во втором заезде у лидера Васкелеса что-то не заладилось, и он в дуге сначала заугливается, а потом и вовсе разворачивается. Со вторым британским финалистом ирландского происхождения определились. В борьбе за третье место сошлись Робби Бругаэн и Ауримус Васкелес на разных поколениях BMW. В первом проезде Васкелес держится в базе лидера, но после дуги распрямляется, заработав ноль. Но и при замене ролей Робби находит себе какие-то технические проблемы и сначала пытается поставиться на километровом расстоянии от лидера, но как-то не выходит, поэтому заканчивает проезд он на прямых колесах. Судьи сравнивают проезды лидером, лучше оказывается Ауримус Васкелес, хотя судьи так и не исподобились объяснить свое решение, что очень плохо для зрителей, а меня не оставляют без работы. И долгожданный финал. Ну и что взять с ребят, которые полжизни друг за другом катают, имея при этом недюжий талант? Два почти идеальных проезда двух ирландских мясников, только вот Дуэн Макьер все же чуточку безумнее и лучше вторым, и более точный в качестве лидера, что приводит к соответствующему результату. Итоги этапа. Третье место Ауримус Васкелес, второе место Конор Шанхен, первое место Дуэйн Макьивер. Ну что ж, иностранного дрифта насмотрелись, готовимся на следующую неделю к предфинальному выпуску Боком Плюс. Надеюсь добраться до Сочи и дать вам оттуда контента. Но посмотрим, как пойдет пальцы крестиком. Короче, с вас лайк, подписка, колокольчик, обсуждаем прошедшие этапы там в комментариях, там же ищем тачку Лизи. С вами был Гриня, до следующих видосиков. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok